Всем привет! Обещала вам показать рулеты с яблоками, но задержалась до самого вечера. Мы снова работали на своем крыльце. Сказать вам, что мы делали? Мы делали потолок на входе в дом. Муж работал, мерял, измерял, отпиливал по размерам. А я вот так вот шваброй держала к потолку, прижавшись панели вот эти. Ну а сейчас займемся тем, что я обещала. Я хотела сделать рулеты с яблоками из старой-старой своей тетради. Она, наверное, ровесница моей дочери. Где-то здесь и дочь писала мне рецепты уже потом свои. Вот, кстати, ее почерк. Ну, буду делать рулет с яблоками. Для этого рулета мне понадобится совсем мало составляющих. 100 грамм творога. Всего 100 грамм вот здесь. Чуть-чуть. 100 грамм масла. 1 стакан муки. 1 стакан сахара песка. 1 яйцо, это для смазки сверху. И 500 грамм яблок. Соединила муку с творогом. Теперь сюда добавлю масло. 100 грамм. И уже замешиваю тесто. Вот из этого состава количество. Яйцо нам нужно будет сверху смазку делать. В тесто яйцо не идет. И сахар не идет. Сахар потом пойдет на яблоки. Яблоки обсыпать. Теперь уже руками вымешиваю тесто. Если будет маловато муки, я добавлю. Потому что мука всегда же разная получается. Пока вымешиваю. Пока еще хватает. Вот всю муку собрала. Тесто еще немножечко, чуть-чуть липнет. Можно слегка-слегка, чуть-чуть добавить. И его со всех сторон обмакнуть. Сейчас я его хоть ровной формы сделаю. Колобочек. Мне нужно разделить это тесто пополам. И поставить в холодильник. Ну, где-то на полчаса. Через полчаса встретимся. Ставлю в холодильник. Пока тесто стоит в холодильнике, я буду натирать яблоки. На крупной терке. Я решила, что яблоки у нас будут тортые. Вот, натерла я яблоки. Сейчас еще подожду немножко. И вытащу тесто с холодильника. И будем дальше формовать рулеты. Прошло полчаса. Достаю тесто с холодильника. Вот оно какое. Отдохнувшее. Присыпаю противень мукой. Там, где будут у нас рулеты лежать. Присыпаю стол мукой. И буду здесь тесто раскатывать. Руками сначала помогаю. Потом скалкой буду катать. Одинаковой толщины, чтобы везде было тесто. Вот такой. Убираю лишнюю муку. Вот здесь чуть-чуть расправляю. И выкладываю половину яблок сюда. Яблоки даже уже потемнели. Раскладываю по всей поверхности. Присыпаю сахаром. Обильно. Чтобы сладко было. Теперь формируем рулет. Здесь закрепляю, чтобы не вытекало ничего. Можно, конечно, подстраховаться и немножко присыпать крахмалом. Такой рулетик у нас один получился. Сейчас второй буду делать. Вот и второй рулетик готов. Кладу на противень. Чуть-чуть пригладила. Яйцо взбила уже. Смазываю яйцом. Можно присыпать кунжутным семенем. Я, наверное, не буду в этот раз в той булочке сыпала. Семечек уже много наелись. Кунжутный. И сейчас будем ставить в духовку. Везде промазала. Все, буду ставить в духовку. Идемте со мной. Включаю. Восемнадцать пятьдесят. Выключаю. Ох, какой он. Один. Вытик все-таки. Ну, ладно. Надо было крахмальчик посыпать туда. Сейчас сюда вот вытащу. Выложу. Рулеты получились. Единственное, я хочу сказать, что можно в яблоке, потому что их много. Можно туда добавить немножко крахмала, чтобы не вытекали. Пробуйте. Рецепт очень простой. Пробуйте. Но с моей корректировкой. Всем всего приятного, хорошего, классного. Заходите ко мне в гости. Рулетики наши остыли. Уже даже сегодня следующее утро. Вот из него вытекал сахар. Немножко прилип. На разрез смотрим. Сейчас я разрежу и покажу. Вот какой рулет у нас. Вот это вот коричневые, это яблочки такие. Стали. Всем приятного аппетита!